Всем привет-привет! Всем хорошей недели! Сегодня мы с вами будем смотреть расклад на тему «Как я влияю на других людей?» Либо какое влияние я оказываю на них? Посмотрим. Не в контексте манипуляций, а вообще при взаимодействии с любым человеком мы так или иначе оставляем свой какой-то отпечаток, оставляем какой-то свой шлейф взаимодействия с ним, какое-то влияние. Вот это вот я хочу посмотреть. Позиции камешки вы видите перед собой, позиции есть в описании, вот здесь вот в тайм-коде. Все необходимая информация о моих услугах тоже есть по ссылке под этим роликом, по ссылке моей услуги. Ну а мы с вами давайте приступим. Так, итак, позиция номер один, голубенький камешек. Смотрим, как вы влияете на других людей. Ага, вот так перевернулась. Петерка мечей. Меркан мира. Ну вы оставляете однозначно большой отпечаток в жизни других людей. Могу сказать, что вы влияете позитивно, если этот человек старается стремиться к чему-то в своей жизни. То есть вы оказываете влияние на его сознание. Вы как-то, знаете, вот с одной стороны вроде бы ваша энергия легкая, потому что в ней присутствует какое-то вот доброжелание, да, какая-то доброжелательная. Но с другой стороны эта энергия, она очень тяжелая, потому что она несет в себе знания. Опять же таки, можно ли сказать знания тяжелыми? Скорее всего, нет. Но вот здесь все равно какая-то, даже не тяжесть, а какая-то плотность, я вот так бы сказала, да. То есть плотность присутствует. Потому что вот ваша энергия, она не совсем про легкость, она про концентрацию и про насыщенность. Когда что-то насыщено, оно все равно имеет вот какой-то вес, да, какую-то определенную массу. Вот здесь вот, но это не тяжесть. То есть вы, во-первых, расширяете сознание других людей, вы помогаете увидеть новые возможности, новые перспективы. То есть вы либо своим примером, либо в контексте вашей деятельности, вот вы показываете новые горизонты людям. Вы для них являетесь своего рода наставником, но не традиционным наставником. Здесь, если идет обучение, то оно какое-то необычное, да. Это не групповое. Однозначно будет обучение. Это, скорее всего, индивидуальная работа, либо это какое-то вот не совсем традиционное взаимодействие, да. То есть это может быть, например, через соцсети, через Zoom. То есть какое-то вот обучение, вроде бы, с одной стороны, оно тет-а-тет, а с другой стороны, оно не совсем вот в контексте, что у нас с тобой есть час, и вот давай я буду тебе что-то рассказывать, а ты будешь что-то слушать. Нет. Это может быть в контексте переписок, когда вы даете какое-то задание человеку, человек это делает, и просто он отписывается, да. Что вот я это сделал, все, дальше какие размышления, какие там, я не знаю, выводы, это вот все, допустим, ложится на плечи учащегося. То есть здесь не совсем какая-то обычная форма обучения идет. Но однозначно вы, даже если, допустим, это не входит в контекст вашей профессии, вот все равно вы как-то, знаете, здесь как человек, который бросает какую-то мысль, какую-то идею, да, зерно, и уходит, и все. И дальше оно как будто бы со времени прорастает, и, возможно, у многих здесь появляется такое ощущение, что я, наверное, сам к этому пришел, да, я вот сам молодец, но вот как будто бы первая причина – это вы. То есть это может быть даже элементарно какая-то беседа с вами, и ваши мысли заставляют человека посмотреть на ситуацию, либо на какие-то моменты иначе немножко, и после этого, может быть, даже и не быть контактов с вами. Вот, ну, человек, вот, посадив зерно в его бессознательное, да, вы как будто бы уходите из поля зрения, но это зерно, оно все равно прорастает, и человек над ним сам как-то думает, переосмысливает, вот, и поэтому ему кажется, что это полностью его заслуга, да, то есть то, к чему он в дальнейшем приходит. Вы, знаете, как очень красивый декоратор, который подходит к наряженной елке, вот, и глядя на нее, он просто убирает лишнее, да, лишние игрушки, лишние цвета, лишние какие-то украшения, привносит то, что необходимо, то есть создает некую такую структуру. И та же самая елка с теми же самыми украшениями и игрушками, она начинает играть по-другому. То есть это может быть даже, ну, условно говоря, я некий такой парикмахер, да, который вас не стрижет, а просто мне где-то, может быть, подцепил чуть-чуть заколочкой, где-то какую-то резиночку красивую добавил, да, либо как-то вот косичку сплел, как-то в пучок собрал волосы, и вот ваша стрижка, она заиграла по-другому, да, и вот ваши волосы, они стали, не знаю, вот что-то изменилось в вас, да, как-то вот по-другому, другое представление. То есть какое влияние, да, шут и мир, это начало и конец. То есть вы являетесь человеком, знаете, но вы не, как вам объяснить это правильно, здесь не про трансформацию, здесь вы не трансформируете людей, здесь вы их не ломаете, вы их не переубеждаете, вы просто являетесь, знаете, как, можно было бы сказать, да, конечно же, проводником, но вот у меня такое ощущение, что вот жизнью людей вы дверь, перед которой, когда стоит человек, да, вы открываетесь, да, человек входит, и вы оказываетесь, ну, то есть и человек оказывается вот в другом мире, в другом пространстве. То есть вы очень напоминаете мне некий такой коридор с множеством дверями, да, и от человека зависит его выбор, какую дверь он откроет. Вот какую дверь он откроет, туда он и войдет. Но вы в данном случае являетесь вот этим коридором с множеством дверей. И за каждой дверью есть свое пространство, здесь есть свои какие-то знания, своя ветка развития. Вы никому ни на что не указываете, вы никому ничего не показываете, вы лишь являетесь вот этим пространством, в которое попадает человек для преображения самого себя. Это его выбор. Но ваша заслуга здесь заключается в том, что вы являетесь этим коридором для человека. То есть не будь этого коридора с дверьми, в его жизни бы ничего не произошло. Поэтому сказать, что здесь человек вот все абсолютно сам сделал, нет. Вы также мне видитесь в свете, знаете, вот как будто бы некого такого демиурга, да, высших сил, который формирует пространство для того, чтобы та или иная душа проходила необходимый ему опыт. То есть, знаете, как некое такое арендованное помещение для фотосессии. И в зависимости от заказчика, который приходится с каким-то своим запросом, например, я хочу фотографироваться на фоне осенних листьев, да, и леса. Вот это вот помещение взмахом волшебной палочки преображается в, так скажем, в осенний лес и опавшие листья, вот, и создает атмосферу осени. А потом приходит какая-то другая пара с ребенком и хочет провести фотосессию на фоне морского берега, да, и солнца, и загаров. И вот, опять же, таки взмахом волшебной палочки этот фон превращается в морское побережье, да, спасательный круг обычно, такой белый цвет с голубым, да, какая-нибудь там лодка на заднем плане. И вот такая прекрасная летняя фотосессия получается. То есть к вам люди приходят со своим каким-то запросом. Здесь нет однозначного какого-то запроса. Ну, может быть, что может объединять этих людей? Это запрос на фотосессию, да, то есть я хочу сделать какую-то фотографию. То есть обязательно что-то здесь есть, один какой-то общий запрос, то, что хотят от вас, но от взаимодействия с вами. Но то, как вы работаете, возможно, это инструмент, да, то есть нельзя сказать, что у вас есть какой-то один инструмент, один какой-то подход. Но то, что получает человек от вас, это решение какой-то своей задачи. Опять же-таки влияние, да, влияние на вас, вас на других людей. Смотрите, здесь я могу сказать, что люди, на которых вы влияете, они абсолютно разные. Аркан мира — это всегда то, что находится за пределами, за границами нашего восприятия. Это может быть как физические границы, да, то есть люди из другого города, из другой страны. Поэтому по аркану мира у нас проходит интернет, да, вот эта вот связь, сеть глобальная, которая связывает весь мир. Точно так же это могут быть и люди других национальностей, других культур, либо люди, проживающие в абсолютно разных странах по всему миру. Так же здесь могут быть люди, причем, опять же так и скажу, вы меняете их сознание. Шут всегда нам указывает на вербальную систему, а шестерка мечей указывает на невербальную, наоборот, через письменность сообщения, да, и туда же у нас идет и аркан мира. Поэтому вы можете оказывать влияние как своим словом вербально, когда вас слышат, да, вашим голосом, так же и через переписку. Но так или иначе, вы являетесь проводником, вы являетесь наставником. Но повторюсь еще раз, чтобы быть услышанной, здесь вы не наставник, который дает советы. Вы не тот человек. Знаете, вот бывают в жизни очень странные люди, с которыми, как правило, мы не имеем какой-то контакт близкий, да, но они очень сильно влияют на нашу жизнь. Это может быть какой-то, вот я не знаю, просто проходимец. Может быть человек, который идет по улице, и что-то вот вы его спрашиваете, да, либо это какие-то люди, вы проходите мимо, они сидят на скамеечке, о чем-то своем разговаривают, но вы услышали фрагменты их речи, и она заставила вас о чем-то задуматься. Либо какой-то человек, вы заходите на форум, либо просто случайно попадаете на какой-то сайт, на профиль человека, и читаете его личные мысли, не умные мысли других людей, а его, да, какие-то вопросы, то есть то, о чем он размышляет, и это заставляет вас меняться. То есть здесь все арканы указывают на завершение, начало чего-то нового, через расширение. То есть здесь конкретно показать и того, что вы расширяете, расширяете сознание, видение. То есть вы по-другому показываете людям, да, то есть возможно вы являете даже тем посредником, когда человек переходит с одного этапа своей жизни на другой. То есть однозначно вы оставляете очень сильное влияние, но оно недолгосрочное, да, оно недолгосрочное, и вы, кстати, себя позиционируете, возможно, как шут, да, то есть как человек, человек, который очень мудр, но при этом его отношение к себе, оно такое достаточно поверхностное, легкомысленное, когда он не берет, как это сказать, не придает значения своей личности сильное, да, то есть его отношение к жизни и к самому себе в том числе, оно такое достаточно поверхностное, но не глупое. То есть здесь человек, наоборот, осознавая всю мудрость и понимание жизни, потому что еще раз скажу, мир и шут, завершение и начало, да, цикла, то есть человек, который осознал, очень много понимает, да, в контексте именно циклов проживания нашей жизни на планете, вот, его отношение, как раз таки по этой причине, к самому себе, оно такое достаточно легкое, то есть это человек, который может достаточно саркастично относиться к себе, может себя иронизировать, может себя высмеивать всегда по отношению к себе, вот, этого человека приятно слушать, у него легкая речь, красивая улыбка, приятная, человек начитанный, человек эрудированный, но при этом может хромать его грамматика, может, ну вот пишет он как-то не, не совсем так, знаете, правильно, может совершать какие-то ошибки, вот, в некоторой степени человек-торопышка, вот, ему все интересно, у него очень много энергии, желания, стремления, но, как правило, он, знаете, как говорят, человек мира, да, человек, там, я не знаю, странствий, человеку всегда хочется что-то новое, это новое может быть в контексте его собственной жизни, да, то есть каких-то своих фантазиях, представлениях, мечтаниях, если физически он как-то ограничен в передвижении, он путешествует в своих мирах, в своих фантазиях, либо, если физически разрешено, этот человек очень много передвигается, познает ему интересную, этому человеку всегда интересно жить, и с этим человеком всегда интересно, к нему будут тянуться, тянуться за знаниями, за новыми впечатлениями, за, знаете, человек без границ внутри себя, в контексте того, что вот он какой-то неординарный, он нетрадиционный, может быть, в чем-то инноватор, может быть, какой-то вот революционер в каких-то своих прогрессивных взглядах на жизнь, да, то есть вот чем-то этот человек так или иначе с одной стороны выделяется, а с другой стороны он у меня проходит невидимкой, я не вижу его формы, не потому, он не проявлен, не потому, что он не проявлен в этом физическом мире, да, в плане, то есть, ну, он не заземлен, а в контексте того, что вот он, знаете, он как некий портал, да, то есть в нужное время он, этот портал появляется перед нужным человеком, да, через него проходит в другой мир человек, перед которым он появился, да, и потом этот портал исчезает, то есть у него как будто бы нету надобности проявляться в материальном мире. Это человек-странник, пилигрим, но не, опять же, знаете как, не одиночка, я не могу сказать, что здесь человек-одиночка, здесь человек, который от этапа к этапу, бывают периоды, когда ему интересно двигаться по жизни в компании, в общении с кем-то, да, сообща, но это однозначно должно быть что-то, что его не тяготит. Здесь человек не привязывается, это ключевое, да, здесь человек не привязывается к людям, здесь человек легко отпускает людей, при этом оставляет свой след в том, что делает больно другим людям, боль от того, что люди к нему привязываются, привязываются к его энергии, но здесь человек по аркану мира, это тот, который стремится к своему единению, ему не нужны другие люди для объединения, он это единение ищет внутри себя, с собой и с миром, не с людьми. Вот такой след здесь оставляете вы в душе других людей. Так, это была первая позиция, прям по великим арканам прошлись, голубой и красный. Вторая позиция, смотрим двоечки вас, как вы влияете на других людей. Я могу сказать, что вы здесь у меня проходите целителем, в некоторой степени целителем душ людей. Что я имею в виду? К вам притягиваются люди, либо появляются в вашем поле люди с какой-то болью, с какой-то травмой. Вы знаете, вы не врач, но вы медсестра. Почему такое разделение? Потому что здесь нету ответственности за больного. Я бы сказала так, что вы хороший исполнитель, тот, который относится с пониманием, с сочувствием, с переживанием по отношению к другому человеку, с которым вы встречаетесь. То есть вы лечите его эмоциональные раны через заботу, через внимание, через любовь. Вот из вас вот это вот выходит. Вы у меня идете в образе метистрички во время Великой Отечественной войны, когда было очень много солдат, и врачи не успевали уделять внимание всем, выполняли исключительно свою работу, операцию, а всю заботу на восстановление этих больных брали на себя медсестры. Вот вы у меня вот такая вот, знаете, где-то в чем-то самопожертвующая, на последних энергиях вы можете отдавать внимание, отдавать заботу. Вы очень преданные, очень внимательные. От вас исходит вот эта вот целительская энергия успокоения. Вы поддерживаете других людей, вы верите в других людей, и это важно, но вот вы у меня опять же таки проходите как некий такой пластырь с обезболивающим, который наклеивает на человека и по окончанию его влияния, этот пластырь выбрасывает. Это неприятно. Возможно, вы чувствуете себя здесь использованными, возможно, вы чувствуете себя здесь иногда неприятно, больно, но вот такое ощущение, что независимо от того, как к вам относятся люди в этом контексте, вы все равно имеете какой-то свой внутренний источник, восстанавливаетесь. И здесь вопрос не в наивности и в глупости о том, что пора бы уже научиться, тебя используют, а ты все равно веришь и все такое. Нет. Это как будто бы ваша природа. То есть кто-то приходит к источнику, чтобы напиться, кто-то просто посидеть рядом в его влаге, кто-то приходит очиститься. Но в любом случае, кто бы не пришел к источнику, они приходят за чем-то своим и для того, чтобы попользоваться. Вот вы как будто бы являетесь неким таким инструментом для исцеления других людей. Но вот знаете, мне не идет здесь вопрос эмоций любви, то есть вы это делаете с любовью. Мне идет о том, что вот вы как-то делаете это из состояния сопереживания, что ли, сочувствия, может быть, где-то в чем-то и жалости. Если в этом любовь, ну, может быть, как подтекст и присутствие. То есть вы делаете это бескорыстно, однозначно. Но здесь немножко другие энергии. Здесь не энергии любви и света, когда я пропускаю этот свет через себя, эту любовь через себя и не я лечу, а я становлюсь проводником и свет через меня лечит кого-то. Нет, здесь вы лечите, понимаете, вот в чем разница. То есть вы лечите в контексте вашей физической оболочки. что касается мага, да, ну, вот это, знаете, в некоторой степени где-то, может быть, вы манипулируете кем-то. Знаете, чем? Объясню. Важность, как это, вы как будто бы создаете какую-то зависимость от себя, да, что я всегда могу прийти на помощь, я преданная, я верная, я просто жизненно необходимая в жизни другого человека и вот вы создаете какую-то такую независимость, наоборот, зависимость от себя другого человека, да, вот в этом формате, что вот как будто без вас человек не может и так оно и есть на самом деле. Вот, но вот в этом есть какая-то ваша манипуляция неосознанная, еще раз скажу, неосознанная в контексте того, что вот мне я это все делаю для того, чтобы понять свою собственную ценность, понимаете, то есть вы как будто бы без других людей вы не понимаете своей собственной значимости, важности, ценности, то есть насколько вы цены вы не понимаете, вы понимаете это только тогда, когда вы вкладываете вот эту вот свою целительную энергию в другого человека, он идет на поправку, вот, кто-то может быть вас благодарит, кто-то нет, вот тогда вы понимаете, что да, вот я я что-то значу, и именно по этой причине, что вы не сами понимаете свою значимость, а через другое зеркало видите ее, вот в этом и есть неосознанная манипуляция, и именно по этой причине люди вами пользуются, то есть вот здесь какой-то такой очень тонкий нюанс, который можно прорабатывать, с другой стороны другие люди вами пользуются, вами манипулируют, почему, потому что опять же таки неосознанно они чувствуют вас потенциал, они чувствуют вас вот какую-то силу, жизненную силу, вот вы им действительно жизненно необходимы, и они любым способом хотят получить ваш ресурс, вот, и здесь тоже манипуляция, то есть вот неважно либо вы взаимодействуете с этими людьми, либо люди с вами, ну и то, и другое, оно как будто обоюдно через манипуляцию, и это почему, это скорее всего для чего, я бы так сказала, не почему, а для чего, это для того, чтобы вы наконец-таки поняли и осознали свою собственную ценность, то есть для вашего роста, вот так скажу, я так понимаю, что на перспективу вы должны будете прийти к такому уровню, когда вы будете пользоваться не своими собственными ресурсами, а как раз таки ресурсами света, ресурсами высшим сознанием, которые будете пропускать через себя, и тогда вот тогда изменится отношение людей к вам, тогда не будет манипуляций, тогда будет очень много благодарности, но пока вы работаете как-то, знаете, на своих энергиях, это энергозатратно, но вот в этом есть какая-то часть эго, которая говорит, что я важная, я значимая, вот когда вы эту роль эго личности проработаете и поймете, что вам не нужно уже никому ничего доказывать, вы и так прекрасные цены сами по себе, и когда вы переосознаете, что вы можете работать на энергиях более высоких, более эффективных, пропуская их через себя, вот тогда многое что изменится, но пока вы этот этап не проходите, потому что вам важно, здесь вот эта вот потребность, то есть ее пока не надо покрывать, почему, потому что вам необходим этот опыт, то есть его не надо никак подгонять, его не надо никак изменять, его надо прожить, сколько времени это займет, я не знаю, но вам вот этот вот опыт признания себя через зеркала, он вам необходим, вот когда вы, как говорится, насытитесь, наиграетесь вот в это, тогда вы это отпустите, это произойдет естественным способом, и тогда вы перейдете на более высокие энергии, поэтому пока вы играете в эту игру, к вам приходят такие люди, и этим людям нужны вы, а вам нужны вот эти зеркала в виде этих людей, вот здесь такое влияние, так, это вторая позиция, мы переходим к позиции номер три, зелененького камешка, так, троечки, смотрим вас, секунду, я перенастроюсь, как вы влияете на других людей, вы, ваше влияние на других людей идет через мотивацию, знаете, здесь как будто бы проходят очень хорошие тренера, в чем ваша прелесть, влияние на других людей, вы тонкий психолог, вы понимаете потребности и нужды другого человека, и под каждого человека, с которым вы взаимодействуете, вы как будто бы выстраиваете, вот я говорю, как спортивный тренер, не коуч, а вот именно спортивный тренер, который выстраивает под каждого своего подопечного определенную программу, поднимая его потребности, его страхи, его бессознательные какие-то моменты, создавая более комфортную, уютную для него среду развития, и здесь очень много энергии вливается именно в мотивацию, в продвижение, в поддерживание, то есть если во второй позиции люди поддерживали, да, там, поддержка через веру, через вот какие-то конкретные действия, то здесь словесная поддержка, вы умеете подобрать правильные, верные слова, сказать человеку, так скажем, знаете, правильно верное заклинание для того, чтобы оно сработало, то есть здесь вы оставляете неприятное влияние ваше на других людей, поясню, что значит неприятное, не всегда, но неприятное, вы, понимаете, вы очень глубоко смотрите в жизнь человека, в его судьбу, вот как будто, знаете, вот вглядываетесь в него, как, не как в зеркало, а вы видите вот его душу, и вы понимаете, что нужно этому человеку для дальнейшего движения, и как правило, поскольку люди сами к себе очень ленивы по своей природе, да, и не желают меняться, то любые перемены, любое движение так или иначе вызывают дискомфорт, даже если бы не были вы, да, то есть заставить кого-то выйти откуда-то и совершить какие-то действия, вот, как правило, это не неприятно, это вызывает дискомфорт, но ваша задача помочь человеку развиваться, и я не вижу, чтобы люди, которые, с которыми вы как-то взаимодействовали, чтобы они вот прям сто процентов горели, прям, знаете, вот приходит такой готовый тренер, да, я готов, все, делай со мной, что хочешь, лепи из меня, что хочешь, я буду тебе безукоризненно подчиняться, да, и вот это было бы самое идеальное, наверное, для тренера, который выстраивает некую такую программу и подопечный должен ей соответствовать, как правило, это всегда нытье, я не могу, у меня не получается, я не умею, и вот здесь вот включаются вот эти вот ваши навыки, умения подстраиваться под, хочется сказать, под каждого такого негодяя, ленивого, почему, потому что, ну, я вроде бы и хочу поменяться, но я не хочу ничего для этого сделать, вот если есть волшебная таблетка, а здесь волшебной таблетки нет, поэтому вы неприятны людям, не потому что вы человек такой, а потому что вот ваше влияние, оно заставляет другого человека меняться, безусловно, результаты, которые они получают, да, от взаимодействия с вами, так или иначе, то есть обязательно, ну, то есть я не рассматриваю только в контексте профессионального влияния, а вообще как личность, она очень эффективная, да, то есть здесь люди получают результат, который им необходим, причем не всегда это тот результат, который они заявляют, и очень часто они получают намного больше, насколько к ним приходит осознание или нет, но здесь бывают такие моменты, когда люди очень горделивые, вот, то есть к вам приходят непростые люди, потому что вы непростой человек, а очень горделивые, они могут говорить о том, что здесь моя заслуга, да, то есть, ну, что ты сделал, ты вот просто мне говорил, да, а что нужно сделать, какой там программ выстроил, я все дальше делал сам, а то, что вы периодически там напоминаете, пинаете, мотивируете, там, ругаете, может быть, где-то наказываете, может быть, наоборот, поощряете, вот это как будто бы человек не замечает, но здесь вот достаточно эгоистичная такая личность, люди приходят к вам не совсем осознанные, я бы так сказала, но при этом, которые находятся на этапе стремления к этому, да, то есть вот пожи, но они только вот еще начинают, они достаточно капризны, вот, у них есть вот это желание, это интересно, знаете, это те люди, которые сделай из меня мастера спорта за месяц, не поднимая тяжести, да, не поднимая весов, а используя просто резиночки, да, то есть это, я хочу накачать себе попу, да, но при этом не хочу не делать никаких базовых упражнений, вот, и желательно просто поприседать, там, попрыгать, и вот у меня попа сформировалась, вот какое-то такое вот восприятие, почему, потому что где-то у какого-то блогера я слышала, что вот как можно, да, накачаться за энное количество дней, да, и сделать красивую фигуру, а то, что за этим стоит труд, стоит там, я не знаю, условно говоря, питание правильное, там, дисциплина, куча всяких упражнений, это вот как будто бы по умолчанию не столь важно, и вот к вам приходят вот примерно вот такие вот люди, у которых горят глаза, и они говорят, да, да, я хочу, а потом через день, через две понимаешь, что, блин, какой это труд, нафига оно мне нужно, и начинают ныть, и вот вам приходится включать вот этого своего внутреннего психолога, который должен довести человека до результата, опять же таки, интересный момент, насколько ваше влияние, да, вот я не случайно сказала, что к вам приходят люди какие-то непростые, и вы непростой человек, вы ведь притягиваете тех, которые созвучны вашему жизненному опыту, вот, и я могу сказать, что здесь вот с обычными людьми вам было бы скучно, здесь такой человек по энергии, за некой жесткостью самурая скрывается очень миленькая маленькая девочка, вот у меня такой образ идет, то есть внешне я самурай, я зарублю кого угодно, и вы в принципе ко многим своим, ну там, подопечным людям, так вот именно и относитесь, по справедливости, где-то колка, где-то отрезаете, где-то что-то вскрываете, очень болезненно, о вас говорят, кто-то обсуждает, в общем, вас говорят очень много в пространстве, так или иначе, очень много разговоров о вас, и вы это знаете, в некоторой степени вам иногда бывает это больно, потому что вы чувствуете несправедливость, но если бы ваше окружение, оно было, ну вот, ну хотя бы на порядок выше, по уровню сознания, они бы понимали вашу ценность, вот, но поскольку они не совсем осознанные, а они только встают на этот путь, да, то они не совсем понимают вашу важность и вашу значимость, но вот здесь как раз-таки то, что вам нужно проработать в себе, это вот ваша самооценка, то есть вы тоже не случайно таких людей притягиваете, да, потому что вам нужна какая-то вот внутренняя уверенность, да, вот вам, вам нужен кто-то, либо что-то, чтобы вас подпитывало энергетически, в контексте уверенности, я не думаю, что похвала вам нужна от ваших людей, о которых здесь идет речь, здесь нужно что-то другое, здесь возможно необходим вам самим какой-то свой наставник, который, знаете, я бы так сказала, тоже своеобразный наставник, к которому вы приходите, вы молчите, ничего не говорите, происходит такая некая чайная церемония, да, и этот мудрец за пиалой чая выпивая, начинает вам рассказывать какую-нибудь былину, да, либо какой-то миф, какую-то сказку, вот, которая напрямую имеет отношение к вашей ситуации, но он никогда не будет вас обучать, он вам просто рассказывает небылицы, просто рассказывает какую-то сказку, вот, и, а поскольку вы умный человек, да, вы делаете соответствующие выводы, и вы понимаете, где и что вам нужно изменить себе, то есть вот такой вот формат взаимодействия с наставником вам нужен, предвкушаю того, что, сейчас будут комментарии, представляете, где такого найти, не знаю, если такое у меня есть в образе, в поле, что я считываю, значит, такой наставник есть, ищите, ищите, обязательно найдете, и это может быть наставник не физически, то есть это могут быть в виде каких-то книг, знаете, как игра, да, задаешь вопрос, открываешь любую книгу, и получаешь ответ на случайно открывшиеся страницы, случайно открывшиеся абзацы, то есть вот здесь почему-то вопрос случая у меня проходит, что еще могу сказать, да, как вы влияете на других людей, если честно, я вас очень люблю, не знаю, почему мне захотелось это сказать, потому что, вот при всей вот этой жесткости, да, вот всей какой-то, мне здесь проходят образы, некого такого палача, который выполняет, там, я не знаю, либо, как их называют, это знаете, вот на скотобойнии какой-то вот убийцы, который убивает этих животных, и внешне это может казаться жестоко, вот, что такая за профессия, но с другой стороны, блин, кто-то должен делать эту грязную работу, если вы ее не будете делать, вот если, чтобы ее сделать, нужна вот какая-то вот эта вот холодность, да, и жесткость, и может быть в чем-то даже и жестокость, но если вы этого не будете делать, то наивно считать и лицемерить о том, что, блин, а как же мы тогда будем есть это мясо, ведь его кто-то должен убить, да, и говорить о морали, о том, что вот ты убийца, или еще что-то, и при этом поглощать эту еду, ну, вот это лицемерие, поэтому, с одной стороны, мне хочется сказать, что я вас люблю, потому что то влияние, которое вы оказываете на людей, оно действительно, оно серьезное, но вот это просто, знаете, как воспитатель в детском саду, насколько маленький ребенок может оценить вклад воспитателя и его труд, да, что он каждый день придумывает, какие поделки сделать, да, какие там рисунки, то есть это нужно искать, над этим нужно работать, да, изучает там всевозможные, ну, я не знаю, семинары проходит, да, по поводу психологии ребенка, как он развивается, разные этапы, как с ним взаимодействует, ну, то есть он заморачивается очень много по поводу того, как вот этому бедному, несчастному ребенку дать то, что нужно. Здесь очень много энергии уходит на влияние этих людей, а кто-то же должен этих людей, знаете, как пастух, который пасет овец, но если не будет этого пастуха, как же будут жить овцы, их кто-то должен как-то организовывать, понимаете, и кто-то должен переводить с одного места на другое, вот, с одной стороны, это огромная ответственность, да, чтобы не упустить никакого барана на пастбище и отгонять диких животных, да, а с другой стороны, это куча неудобств жить там, ну, представьте, я не знаю, зимой выгуливают их, не знаю, но вот мне кажется, все равно пастухи и как-то зимой куда-то там этих животных, ну, что-то они с ними делают, да, если выгуливают, вот, а если нет, но в любом случае, да, там их на два, на три дня, на неделю выгуливают, и вот в дикой такой природе живет этот пастух, да, если это лето, это прекрасно, это красивая природа и взаимодействие с ним, но если это какая-нибудь там непогода, дождь, ливень, то это куча неудобств, да, там под дождем где-то находиться, вот, ну, что-то такое, здесь просто такие метафоры, и, ну, очень сильные, здесь у меня возникает вопрос, опять же-таки, не в тему расклада, что, а не задумывались ли вы когда-нибудь сменить свое окружение, сменить, скажем так, свою целевую аудиторию, если это в контексте деятельности, потому что, вот у меня такое ощущение, что вы созрели уже для того, чтобы, ну, не ребенка, а хотя бы подростка брать, да, вам это будет страшно, но вот здесь вы как-то должны сменить свое окружение, взять людей чуть осознаннее, потому что здесь есть, во-первых, вопрос к вашей самооценке, да, то, что я уже говорила, и поэтому вам нужен здесь наставник, который вам будет на это указывать, почему? Потому что, ну, сливать столько энергии незрелым и неосознанным личностям, которые находятся на своем, на начальном этапе, им это тоже нужно, то есть с ними кто-то тоже должен заниматься, но вы даете очень много. Вот если бы вы давали другому уровню, другому порядку людей, да, на ступеньку, скажем, выше в сознании, вам бы самому приходилось меняться, но не меняться, вот как с маленькими детьми, да, через развитие, что я им дам, а менять себя как личность, потому что там уже другой формат взаимодействия, там люди уже как-то вот постарше, да, уже другие вопросы будут задавать, то есть вы вырастите, то есть если у вас есть ощущение того, что пришло время расти, здесь нужно сменить окружение, просто задумайтесь об этом, я не говорю все, а я говорю именно то окружение, на которое вы влияете, вы имеете какое-то влияние, они к вам приходят, здесь, здесь об этом, так, у нас понедельник, да, расклад-то на этом я завершила, но я хочу понять, значит, у нас понедельник, вторник, среда и четверг, в четверг будет, дай боги, если все будет хорошо, с моим эмоциональным фоном и настроением, и ничего не повлияет на это, ничто не повлияет на это, то, по идее, в четверг я должна буду провести прямой эфир, следите за анонсами в разделе сообщества, потому что если я буду проводить эфиры, велика вероятность, что я напишу, что я напишу об этом пост, и я хочу подарить некоторые из своих услуг, вот, будет розыгрыш, поэтому не пропустите, не пропустите, я пока сейчас не могу, ну, поскольку я пишу расклады заранее, я не могу сообразить, что и как я буду делать, плюс ко всему я еще человек такой, знаете, человек эмоций и настроения, вот, есть настроение, я это делаю, нету настроения, я это не делаю, поэтому вот последние два месяца не было прямых эфиров, я не чувствовала себе энергию, что я могу вам что-то дать, вот, но пока я вижу, что у меня по плану прямой эфир в четверг, поэтому в разделе сообщества не пропустите информацию. На этом все, хочу с вами распрощаться, пожелать вам отличной, прекрасной недели, всего вам самого, доилучшего, всем пока-пока.